ДИСКЛЕЙМЕР После 10-ти часовой поездки на автобусе мы наконец добрались до курортного города Дахаб, расположенного на востоке Синайского полуострова на берегу Красного моря. Неудивительно, что после такой утомительной поездки все участницы спят. Так, а что это за музыка? Пойдемте посмотрим. Активные движения и зажигательная музыка взбодрили участниц. Ведь после акваэробики девушек ждет пляжная фотосессия на берегу Красного моря. Мы находимся очень классно, энергично, все очень быстро в таком темпе. Мы, конечно, очень мало спим, но ничего страшного, потому что действительно я наслаждаюсь этой поездкой. Спасибо большое организаторам и всех, кто нас смотрит. И это правда, времени для того, чтобы скучать, нет. Ведь уже завтра девушек ждет еще один не менее важный конкурсный этап – купальные костюмы. 27. Мы рады быть здесь сегодня? Это не совсем обычный для конкурсов красоты выход в купальниках. Но так как мы в мусульманской стране, поэтому рамки приличия стоит соблюдать. На Мисс Эко Интернешнл выход в бикини заменили на выход в купальных костюмах. Но, по-моему, это даже лучше, ведь каждый костюм девушки самостоятельно готовили. Дахаб со своим теплым и влажным климатом стал идеальным местом для проведения такого жаркого этапа. А естественными декорациями к шоу стали египетские пальмы и теплый лазурный бассейн. Если честно, я не ожидала, но я чувствую себя очень хорошо. Это очень здорово. Я даже не ожидала, что займу третье место в этапе купальников. Я очень счастлива. Я, конечно, надеялась войти в тройку, но когда объявляли второе место, я очень удивилась. Я подумала, неужели я все-таки это сделала? Я стояла и думала, правда ли это? Я очень счастлива. Впереди ждет финальная точка нашего пути. Любимый всеми русскими туристами курортный город Шарм-эль-Шейх, где участник ждет сразу несколько конкурсных этапов.